Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 663. События дня. Малахия 27. Уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его. За 6 октября 2017 года. Айрат Иксанов. Здравствуй, Игнатий Тихонович. Поясните, пожалуйста, стих книга Даниила, глава 12, стих 1. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены вот записанному в книге». «Кто такой этот Михаил, князь великий, про которого написано в книге пророка?» Это вопрос по Писанию, очень хороший вопрос. Интересно, я этот вопрос тоже не задавал, но слышал. Вот сектанты, еретики разные, баптисты, они не могут ни одного стиха истолковать. Они лишены этой благодати, так как они не в церкви, не причащаются, не исповедуются, и благодати нет. Страшно бояться, когда им сделаешь замечание, сразу «ааа, судите!» Это вы судите. 1600 лет церковь шла, и вдруг все отбросили, всех святых до одного мученика, за Христа осудили. Вы шнурка их все вместе не стоите. И все отбросили, и каждый толкует. Ваня, Маня, все понимают. Слово «судить» не понимают. Вот священники, те понимают так, не судите, то есть не трожьте нас. Что мы творим, то и творим. Так и здесь. Беседовать не умеют, не знают Писание никак. Заранее договариваешься, какие правила, поровну говорить, как шахматные часы. Тут же срываются иконы идолы, идолы, потому что охуление и гора. И вдруг иконы не идолы. И апостолы приходили, и в храме были изображения. Изображения – это икон. Икон. Греческое слово «икона» были. Они хулят все. Тысячелетнее царство у них когда-то будет. Хилиазм. То есть ереси на ереси. И вот здесь спрашивает человек. Ну пусть ответят. Я отвечаю. Не сам. Так написано. Даниил 10.12. Он сказал мне. Не бойся, Даниил. С первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя перед Богом твоим, Слова твои услышаны. Я пришел по словам твоим. Но! Князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне. И я остался там при царях Персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена. Так как видения относятся к отдаленным дням. И он сказал. Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем Персидским. А когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании. И нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего. Понимаете? Вот слово Михаил, князь ваший. Все требует разъяснения. Вот дальше не слушайте, что здесь будет написано. А дайте ответ. Когда вы услышите, что тут говорено было святыми отцами, тут вы геройствовать будете. А то и против будете. Но сначала не смотрите, а узнайте, что вы не знаете. Узнайте, что вы не знаете. Даниила, 12 глава, 1 стих. И опять же, и Слово Божие внимательно смотреть, как толкует святые отцы. И восстанет в то время Михаил, князь, великий, стоящий за цену народа твоего. И наступят времена, тяжкое время, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие спящие в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечные, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее и умножат соведение. Иуда, 1, 9. Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного слова, но сказал, да запретить тебе Господь. Скобка. Чтобы не сделали израильтяне себе кумира из мощей еврея Моисея. А у русских тут полное поражение от дьявола, обман на обмане. Как сейчас, что мощи, счастье возили мощей Николая Чудотворца, Николая Чудотворца. А теперь, оказывается, совсем не он. Это совершенно другой человек. Уже все. И далее. Вот это очень важное место, которое требуется в растолковании этого вопроса. Сирахам, 17, 4. А как они могут иметь, когда отвергли неканонические книги? Каждому народу поставил он, Бог, вождя. Народу. А Израиль есть у дел Господа. Народу вождя. Вождя из-за ангелов, не из-за людей, каждому народу. Святой Иоанн Златоуст поясняет упоминание Михаиле так, что каждому народу Бог дал определенного ангела, вождя, князя, который отвечает и ходатайствует за этот свой народ. Здесь как раз речь и идет о том, что у народа израильского ходатаем за него является именно архангел Михаил. А далее говорится уже о самом последнем времени, поцарении Антихриста на три с половиной года. Когда же окончились сроки пленения народа Божия, то Даниил ходатайствует перед Богом, что Бога Его отпустил сей богоизбранный народ, и уже отбывший эпитемию наказания за свое своеволие, чтобы они могли возвратиться на родину отцов своих. А персидский ангел-князь доказывает, что евреям лучше бы не возвращаться, так как здесь они ни жертвы идолам больше не приносят, и не делают тех грехов, какими были исполнены, живя дома. Да к тому же и мой персидский народ многому от них научился, познает истинного Бога. Я когда-то вместо говоришь, баптисты, понимаешь, их как, кто корежит, сразу переглядываются, сморщатся, кривятся, то есть осуждают, и сказать, и что попало, несете, вот цыганский табор. Другого толкования нет. Единственное толкование, вот единственное, и со всех позиций оно объяснено. Да когда они узнают баптисты, и тогда они принимают, почему, юридики. Я уж не говорю про других, адвентисты, там, иеговисты, мормоны, это вообще никакого отношения не имеют к Слову Божию, как так называемые свидетели иеговы. Юрий Соболев. Благодарю, Игнатия Тихонович, за назидательные ваши труды, стихи. Спаси, Христос. А вот свежая новость по одной из ваших ключевых тем, ваших в кавычках. Называется. Турецкие археологи утверждают, что нашли могилу Николая и чудотворца. Турецкие археологи сообщили, что предположительно нашли место захоронения Николая и чудотворца. На западе его называют Святым Николаем, а также знают как Санта-Клауса. Те же мощи, которые находятся в итальянском баре, принадлежат другому человеку, говорят турецкие эксперты. Источник Рио-Новости. Российское информационное агентство. Сообщается, что неповрежденная гробница нашлась в подземных помещениях церкви Святого Николая в районе турецкого Демире, в юго-западной провинции Анталия. Небольшой город Демире был построен на руинах древнего литийского города Миры, где Святой Николай предположительно жил в IV веке. Церковь Святого Николая в Демире, его главная туристическая достопримечательность и популярное место паломничества христиан. Археологические работы идут там уже 20 лет. Интересно, а Давиде меня бы просили, но я показываю о чем. Третья книга Царств, 11.34. Я не беру всего царства из руки его, но я поставлю его владыкой на все дни жизни его ради Давида, раба моего, которого я избрал, который соблюдал заповеди мои, уставы мои. Ради Давида, ради Давида. То есть, говорят, вот вопрос был задан по Давиду. Я дальше стихотворение ставлю свое. Господи, мой Господи, двукратно призывал в горести и в бедствиях Давид. Я филин на развалинах. Такие вот слова. По смыслу многих слов он был антисемит. За свой народ печалился и слезы проливал. Вопил, как угорелый, по прошлому метался. Активно и охотно возвысил криминал. На милость победителя в изнеможении сдался. За свой народ он ратовал и спрашивал пощады. О, Господи, мой Господи, ярмо ослабь на шее. Ходатайство умощал своими он мощами. Отринутые грехами пещерник и отшельник. Скитается, рифмует болячки, преступления. Огнем неопалимым сжигает плод греха. Помилуй меня, Боже, вопит он в понедельник. Над ним из пепла высится искусственный бархан. О, Господи, мой Господи, что сделалось со мной? С народом иудейским преступно лицемерным. Мы тяжко согрешили. И я всему виной. Сгорел мой виноградник и зарастает терном. Неоспоримый факт. Я совершил теракт. И мину заложил сознательно в постель. Я не пободрствовал, и враг зажал в кулак. Какой пример оставил возвышенную цель? О, Господи, мой Господи, покрыт я весь коростами. От пятки до макушки проказаю накрыт. Что станет с Соломоном и прочими отростками? Не вечерять им с Господом, а у чужих корыт. Все в прошлом. Лет три тысячи серьезно отмахнуло, Слезами заливаясь над книгой псалтирь. С Давидом вместе прячась в пещере от Саула. Важнее всего мне с Богом восстановить бы мир. О, Господи, мой Господи! Уткнулся я в подушку. Еще раз Христа ради к распятию призови. Что польза в остальном, когда не спас бы душу? О, Господи, мой Господи! О, мой, в своей крови! 25 июня 2004 года. Я беру эпиграфы. И ни один, ни два, а в начале стихотворения. А иногда делаю и так, что напротив каждой строчки место писания, откуда взята мысль. Исайя 37-35. Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. Имя Давида упоминается у меня в 3467 стихах 299 раз. В полной Святой Библии имя Давида упоминается тысячу четыре раза. Юрий Соболев. Спаси Христос! С сегодняшнего дня начинаем очередной учебный год по изучению Святой Библии. Благословите, Игнатий Тихонович! Отвечаю, Бог помощь! Понятно? Вот когда человеку говоришь, что он не слушает, если... Ну, а что дальше-то говорить-то, если он не слушает? А вот здесь слушает. Иеремия 9,24. «Нахвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне говорит Господь». А почему я это написал? Ну, вот этим надо заниматься, учить этому людей. 1 Коринфянам 1,31. «Чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». 2 Коринфянам 10,17. «Хвалящийся, хвались о Господе». Малахия 2,7. «Что ибо уста священника должны хранить ведение, и законно ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». 2 Коринфянам 17,9. «И они учили в Иудее, имея с собой книгу закона Господней, обходили все города Иудеи и учили народ». 2 Коринфянам 2,24. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем учительным, незлобивым, скротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины?» И 1 Ездры, 7,10. «Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить в Израиле закону и правде». Вот интересно, когда начинаешь оговорить, что нужно учить. Вот православие-то они учат, как они бунтуют. Ездра, священник, Ездра. И вот еще интересно, что Ездры нет в списке святых, а во всей Библии нет ни одного человека, равного ему. Нету. Ну, допустим, Давид такой. Да он знал Давид и впадает в грех, в убийство, в блуд. Ну, ни одного нету, который бы как-то не компрометировал себя. Ни одного. А что за ним? Ездра написал три книги. Третья Ездра есть. Второе. Вывел народ Божий. Представляете, по пальцам загибайте. Вывел народ. Отстроил Иерусалим. Вот вообще. И далее с Ниеми устроили всемирный развод. Очистили нацию. То есть здесь единственный, кто потом это делал, Гитлер только. Я в хорошем смысле имею в виду про Ездру-то неплохому. Там тоже полукровок, всех уничтожали. И нет его в списках святых. Нету. А какой-то там, если жил Дерасим, у него лев был. И лев-то еще сдох в самоубийство совершил. Лев в самоубийство. Его святых держат. А это нет. И при том, самое наиглавнейшее, он собрал книги Ветхого Завета в канон. Вот посчитайте, сколько дел за ним Ездра. И при том, безупречные, ни одного упрека нигде нет. Нигде. Он восстановил почтение к субботе. Он драл и бил этих начальников. Далее, которые брали налоги там со своих братьев. Он восстановил справедливость. Из второго плена дома пленили их свои евреи. И тут он их вывел. Это не было ни с кем. Ни один человек в мире этого не сделал. Его нет в списке святых. Ни одного храма во имя Ездры. Ни одного имени. Почему? Я стал думать. Потому думаю. Думаю так. Монахи не могут простить ему, что он собрал книги Ветхого Завета. Потому что самый главный противник монашества – это Библия. Все вопреки. Если, говорит, идите по всему миру, мы за стены спрячемся. Если написано «благовествуйте», а мы молчать будем. Ну, то есть, вот я больше никакого обесения не хожу. Ненависть к нему лютейшая. И поэтому даже в списках святых нету. А в списках святых там такие понаставленные, как Дроссида – самоубийца. И не она одна такая. Сама в печь бросилась. Конан. Исайя 42, 19. «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа?» Это слепцы. Более слепых, чем монахи, никого и нету. Те монашества, которые своими обетами, обещаниями, клятвами связали себя и сидят за стенами. А вот тут и пришла беда и марксизм, и фашизм, и социализм, и масонство, и мусульманство. Все это на вине наше монашества. Это они прошляпили. Иоанна 13, 20. «Истинно говорю, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, и принимающий меня, принимает пославшего меня». Дважды говорит истинно, то есть, несомненно, это свидетельство. Иоанн 20, 21. «Иисус же сказал вторично, мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Монахи это не слышали и не знают. И сколько притч, Господь говорит, царство небесное, подобно, но монашество ведет, царство небесное. Но притча-то такая должна быть. «Дал таланты, и зарыли их, и благословенно за это будете». Но нет этого. Никуда не идут. «Виноградник иди». Нет, виноградник – это люди, народ. Нет, мы спрятались отдельно. Будем, царство небесное. То есть, у них свои притчи, они не написаны. Я их тайно расшифровал. «Левитам 10, 11. «Инаучать сыновь Израилю всем уставам, который изрек им Господь через Моисея». Ниеме 8, 8. «И читали из книги и из закона Божия. Внятно. И присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Тут ничего не понимают. Домой приходит ребенок, спрашивает. Ну, как? И дома рассказывают ему, что было в храме-то. Пешки, столбушки стоят. Ничего не знают. Это я Юрию отвечаю. Учи, учи, Юрий Соболев. «Спаси Христос! Обнимаю молитвенно поклон потеряевки». Я отвечаю. «Никому не завидую. Довольствуюсь тем, что Бог даровал по великой незрещенной своей милости ко мне. Но постоянно вижу во сне, что я веду занятия в университете, как обычно, и договариваюсь с ректором о других местах занятий в нескольких сразу, как обычно было. То есть я в пяти университетах, в семнадцати, кажется, школах одновременно, во всех техниках, заводах, пабликах, пять отделов милиции, городской еще отдел милиции, краевой удел, все воинские части. Это все мне принадлежало. Там никого не было, ни одного священника. В тюрьмах, в лагерях. И, как обычно, всегда было. И еще сон. Набираю детей в лагерь стан, как было в течение сорока пяти лет. И всегда сны сии радостные и молитвенные. На занятия ушло у меня пятьдесят пять лет. Есть чего с нам таким тревожить душу? Это к тому, что, хотя вам и не завидую, Юрий, но с прежней же энергией бы встал рядом с вами за кафедру. Юрий Соболев. С великой радостью Игнать Ихонович сразу бы уступил вам место кафедры, устроившись у ваших ног. И этим бы довольствовался вполне. Говорю совершенно искренне. Могу подтвердить, сколько дисциплин за двадцать лет мне не пришлось преподавать. Большей радости, нежели изучение с братьями и сестрами Слова Божия, я не испытывал ни от одного предмета. Это поистине милость Христа, которой я не достоин, но лишь могу присно благодарить Его и славить. Благодарить и славить. Аллилуйя! Это из Красноярска, человек, который преподает в государственном университете, в государственной академии и в епархии ведет занятия. Благословения имеет. Вот так он мои слова понял. Я все время от меня сны не зависят, договариваюсь, выхожу на роду, как у меня было всегда. Выйду там из храма, а на роду вся площадь, где только не пришлось благовествовать. Слава Иисусу Христу! Это Его милость, Его любовь. Сегодня нажал что-то и выскочила фотография вот такая. Хотел взять себя, она на экран, и вот такая развернулась. Сергей Пупков тут с медалями, с дипломом. Ну вот так вот, как его брать-то не знаю как. Не то, что мне не нужно, я думал просто фотографию взять. А она оказалась, видишь, как. Обновись. Ну и наши ресурсы посмотреть. Мой мир. Вот где я в шапке. Вот это, тут можно общаться, очень удобно. Ну и православный форум. Можно глянуть, сколько вчера было. Дождь, снег. Что тут было? Это у нас дождь, снег, а там-то может и не было. Вот 283. Вот оно, 283. Посетители. Просмотр 499. Ну и просмотры с роботами 1451. Вот как узнают. Это наш форум большой. Очень, очень грамотно составленный, легко искать. Это не то, что ВКонтакте или где-то живой журнал. Да даже близко не подходит. Вот они вопросы подряд идут все. Да мало того, еще раз все расположено. И здесь все абсолютно. И фотографии, и ролики, и фильмы большие. И вот сегодня кто-то зашел. Как правило, ругается. Но вот я сходу один. Пока сейчас говорил, я уже выставил 5 роликов. Кто это? Пользователь Игорь Садик. Садик. Добавил комментарий. Апостол Яков написал для инопланетян. А насчет душ убиенных, так же, как и зверь с сетью рогами. Для такого проповедника, как и новая ворота. Для нас что-то такое непонятное. Как говорит. О чем это? Ну вот так. Открыло ничего непонятного. И дальше надо посмотреть, посещаемость какая. Вот. Все еще с Игнатовым выставляю толкователь. Здесь 19. Так. Гостей и провода 14. Вот. Маленькая собачка и дети 30. 30 за 41 минуту. Понятно. Ну и во свете Библии. Это большой православный библейский сайт. Тут 50 книг моим голосом насчитано. К слову сказать. У меня голос немножко прорезался. Я сильно простыл. И просто кровью исходил. Тут что-то таскал сваи. Вместе со всеми. Полуживой. И сегодня впервые кровь перестала из меня выходить. Впервые. И, собственно, никакого лекарства не было. Просто покой. Меня не стали на работу брать. Два дня не брали. И вот. По милости Божией. Бог дивно услышал чьи-то молитвы. За меня молились многие. И вот сегодня у меня уже. А то прям кровь одна идет. Разорвалось что-то внутри от натуги. Тяжелые сваи были. Носил по две сразу. Ну и вот. И далее. Вчера интересно. То есть это за вчерашний день новости. Стали утром. Снег глубокий. Снег глубокий. Деревья склонились. Упали на провода. Ток электрический выключили. Ну вот такое дело. Ну направили братья. И весь день помаленьку, помаленьку. Ну таяло. Может быть сегодня растает. А урожай-то в поле еще. И гречка, и пшеница. У нас-то у Игоря там слабый. Ну мало. Там 300 гектар. А у Жени 7600 гектар. У Долгого Евгения. Тоже все не убрал. Благослови Господи. Дай им добрую погоду. Как уязвим же. Ну трушеник сельского хозяйства. Ой-ой. Ну вот я 9-й пункт беру. Война. О войне. Вот сказать, что делали все роды. Ничего на улицу. Только вышли и обратно. Я тут с голубями возился. Отсюда полностью запечатал высокую первую голубятню. Туда очень трудно залазить. Лестницу подставлять каждый раз. Ну четвертый этаж. Как бы стоит. 9-60 метров от крыши. От земли. Вот такое дело. По своим тут прошел. Побыл у друзей. Еще натопил печки. Очень было холодно у меня. Натопил. Экономлю все. У меня иногда доходит. Было до 3 градусов, до 7. Тепла в комнате. Терплю. Ну а когда лучше топить? Утром или вечером, если один раз? Утром или вечером? Вот вопрос-то простой, кажется. А я еще маленький был. Ну, маленький был. Может, в школе там. Пятый класс. Я прочитал. Вот у кого пример взять? У Владимира Ильича Ульянова. Он где-то тоже бедствовал дровами. Когда-то где-то учился. И говорил, что главное это вечером, чтобы спать в тепле. А днем-то я двигаюсь и все. И я проверил еще раз. И понимаю, лучше всего затопить вечером. Но так как у меня комната маленькая здесь, скворечник, я затопил утром. И тепло стало. И сейчас сижу даже без пиджака. Уже ночь прошла. Ночь. Еще четырех не было. Я сегодня на ногах. Тут с интернетом вожусь. Вот. Теперь. Ух ты ж, как плохо мне здесь. Война. Какой? Даже убрать не могу. Вот фотографии за нее. Мне трудно искать тут. Вопрос 2334. Десятый том. Открытым оком. Вы говорите, что мы виноваты перед чеченцами. И нам нужно приносить покаяние за завоевание их еще при царской власти. И в эту войну их Сталин выселял. Но не возгордятся ли они? Не станут ли на этом спекулировать? Это мне вопрос задают в университете. Я за капитал еще три радиопрограммы вел регулярно. Ответ. Кто ищет спасения своей души, тому в голову такие вопросы не придут. А он найдет обиженного ему и попросит искреннее прощения. И постарается загладить вину свою, возместить ущерб, нанесенный ему. Откуда нам знать, как чеченцы воспримут наше покаяние? Бытие 50.17. Так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога Отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Вот как плакал. Плачь 5.7. И мы бы разжалобили чеченцев. Отцы наши грешили, их уже нет. А мы несем наказание за беззаконие их. Второзаконие 5.9. Не поклоняйся ему, не служи ему, ибо я Господь Бог твой. Бог ревнитель. За вину отцов, наказывающих детей, до третьего и четвертого рода ненавидящих меня. Стихотворение. Жалобщики не всегда правы. А может, вообще они не правы? Когда страдают от худой молвы, от неужившего, мизерного нрава. Лишь за себя, злясь в правах, качают, разоблачают тишину звезд. В печати принародно обличают коллеги и судей, скойводя за нос. Но стоит им обычно поскользнуться и спачкаться уже в своем белье. Сгорбатясь, ищут придорожный кустик и с веродеятельности низенький вольер. Иначе, по-иному у пророков, чей дух и перед тираном не сгибался, Гремели сотни лет их страшный рохот, на деспотов простерт грозящим пальцем. Всем обалдуем, охламоном зрелым и ныне неспокойно от таких угроз. Не все слова с тех пор остались целы, и не у всех на них сегодня спрос. Пророки жалуются Богу Иегове на нашу трусость, подлость и измену, Что кровопийцам правящим все мало крови, и ими глаз божественный осмеян. Восстань за истину! Не жалуйтесь, что воробьи клюют наркоту конопляное зерно, На соловьев, что по ночам поют, на петуха, творящего порно. Утишьтесь, соблазняясь по-пустому, смотрите за своей растущей в кривь матрёной. От ваших жалоб уже и мёртвый стонет, язык у вас не меч, а куча шестерёнок. 24 августа 2004 года. Стихотворение мне такое написалось. На сегодня всё.